Бронхиальная астма у детей – симптомы лечения. Астма – это проблемы дыхательной системы, заключающиеся в повышенной чувствительности бронхов к разнообразным аллергенам и инфекции. Первые и главные симптомы астмы – это чих, кашель, затрудненное дыхание, особенно после интенсивной физической нагрузки. Однако перед тем, как поставить диагноз астмы ребенку, педиатр должен провести тщательное обследование его здоровья, так как эти симптомы могут говорить о многих других болезнях. Для предотвращения очередного приступа астмы необходимо полностью удалить из окружения ребенка аллергены, которыми могут быть загрязненный воздух, пыль, плесень, дым, шерсть, перепады температур, некоторые пищевые продукты, физические нагрузки, пищевой консервант сульфид, аспирин и бупрофин, изжога, разнообразные инфекции дыхательных путей, стресс, духи и прочие парфюмерные и косметические препараты, а также вирусы. Для того, чтобы защитить своего ребенка от аллергенов, нужно их выявить, узнать какой именно аллерген вызывает у него приступы удушья. Если это пыль или пыльца, то стоит установить дома кондиционер и не открывать окна, когда ребенок дома. Если аллергеном окажется плесень, то нужно как можно чаще и тщательнее мыть в ванной и туалете. Для регулирования влажности в помещении, чтобы она не превышала 50%, необходимо использовать кондиционер или влагопоглотитель. Если у ребенка аллергия на пыль, значит нужно чаще делать влажную уборку, кипятить постельное белье и накидки на кровати, диваны, кресла. Избавиться от ковров на полу или чаще носить их в химчистку, на подушке надеть специальные чехлы, не пропускающие воздух. Если ястму вызывают шерсть и слюна домашнего питомца, то нельзя пускать его в детскую спальню. И ни в коем случае не курите при ребенке, так как табачный дым еще более усиливает приступы астмы. Вылечить астму полностью у детей вполне возможно. Для этого используются два типа лекарственных средств. Одни уменьшают приступы астмы, другие уменьшают отек, если ребенок уже задыхается. Лекарства необходимо применять ежедневно, под постоянным присмотром педиатра.